Это новости на канале НСК-49 в студии Татьяна Мучукжанина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Миллионеров больше, миллиардеров меньше. Руководство налоговой службы об итогах первых двух месяцев года. Федеральная программа откладывается, но работать надо. Насколько безопасно ездить в новосибирском метро? Гоголь в куклах. Премьера необычного спектакля по повести Шинель состоялась в Новосибирске. А теперь я и мои коллеги более подробно расскажем о самых главных событиях дня. Во вторник на очередной встрече губернатора Новосибирской области с представителями средств массовой информации зашла речь о нескольких актуальных темах. В частности, о реализации новых инициатив президента страны в социальной сфере, о договоренностях в рамках года театра и ситуации со строительством спортивного объекта в Колыване. Александр Могилин продолжит. Свою встречу с журналистами Андрей Травников начал с напоминания о своих поездках на форум Сочи на заседании Госсовета и возглавляемой им рабочей группы по нацпроектам. Кроме того, глава региона отметил и недавнее послание президента федеральному собранию, на котором были озвучены новые инициативы, в частности, в социальной сфере. Мы уже приступили к проработке и подготовке к реализации новых инициатив, озвученных в послании. В частности, в этом году в Новосибирской области почти 4 миллиарда рублей будет направлено на финансовую поддержку семей при рождении детей. Напомнил губернатор и о недавнем открытии года театра в Новосибирской области, которое сопровождалось не только красочной церемонией, но и серьезным деловым общением с представителями федерального центра. В частности, областные власти обсудили возможность гастролей в нашем регионе Большого академического театра, реализацию проекта по реконструкции здания бывшего кинотеатра «Пионер» для размещения в нем городского драматического театра «Афанасьева», а также создания в Новосибирске мультифункционального культурного центра. Еще один серьезный вопрос – особенности 44-го закона антимонопольного законодательства. Характерный случай произошел в Колыване, где не смогли в сроки достроить крытый спортивный комплекс. А все потому, что во время торгов на закупку стройматериалов в Уфас поступила жалоба от некой компании из Сочи, из-за чего закупку заблокировали. Позже выяснилось, что сочинская организация является профессиональным жалобщиком и уже сорвала более 90 подобных аукционов по всей стране. Андрей Травников назвал случай шантажом, подчеркнув, что антимонопольное законодательство нуждается в срочной корректировке. «Можно понять, что это никакая не конкуренция, а это, как я уже сказал, откровенный шантаж. И то, что сегодня законодательство допускает такие факты, это создает проблемы и при реализации таких региональных программ. А самое главное, внушает нас серьезное беспокойство при реализации национальных проектов». Тем не менее, благодаря региональной антимонопольной службе конкурс был не отменен, а лишь приостановлен, подчеркнул глава региона. Достроить спортивный объект должны до 15 марта. Соревнования по стрельбе из лазерного оружия, надевание противогаза и сборка-разборка оружия на время, физическая подготовка и другие этапы вошли в программу студенческого смотра конкурса. А вот участие в нем приняли команды общественных объединений правоохранительной направленности из Новосибирской области. Смотр конкурс студенческих дружин или, как сейчас принято говорить, общественных объединений правоохранительной направленности в учебном центре ГУФСИН проходит впервые. Может поэтому открытие состязаний прошло пафосно и с большим патриотическим акцентом. Высокие гости, военный оркестр, знаменная группа и возложение цветов. Все как и положено в данной обстановке. Этот смотра конкурса, он стал уже традицией. Ребята будут соревноваться в различных дисциплинах, показывать свое умение. Почему считаю это важно? Это важно, потому что здесь еще элемент патриотизма присутствует, патриотического воспитания. Этапов конкурса традиционно много. Самый интеллектуальный – викторина. Чтобы набрать максимальное количество баллов в этом задании, студентам средних профессиональных образовательных учреждений придется соответствовать названию этапа «Русский солдат умом и силой богат». Технические этапы связаны с оружием. Собрать, разобрать автомат, снарядить магазин и другими приемами дружинники должны владеть в совершенстве. Выполнению норматива приступить. Не менее важна в деле поддержание правопорядка и физическая подготовка. Ведь чтобы противостоять нарушителям, необходимо быть сильным. У меня устоявшееся мнение, что бороться эффективно с преступностью, с нарушением правопорядка можно только при поддержке населения. Вот при активной поддержке населения. Чем, в частности, организация чего мы занимаемся? Это народные дружины. Кстати, народные дружины, в том числе и студенческие, власти Новосибирска привлекают на многие городские мероприятия. Для молодежи это хорошая практика, для мэрии – дополнительная гарантия в безопасности жителей. Все ли жители Новосибирской области платят налоги и спят спокойно? Сколько в Новосибирске миллиардеров и миллионеров? Об этом 5 марта рассказал руководитель Управления Федеральной Налоговой службы по Новосибирской области Алексей Легастаев. В налоговой службе региона не отрицают. Сумма отчислений жителей и организации Новосибирской области за первые два месяца текущего года не может их не радовать. Различных налогов уже переведено на 26 миллиардов рублей. 9 миллиардов рублей с темпами роста около 8% были перечислены налогоплательщиками в федеральный бюджет. В консолидированный бюджет Новосибирской области – это в областной бюджет и бюджеты муниципальных образований. Поступления составили 17 миллиардов рублей. С одной стороны, такой рост обусловлен повышением некоторых налоговых ставок, например, НДС, говорят в ведомстве. Причем по внушительным суммам отчислений может сложиться впечатление, что доходы населения растут. Впрочем, сами налоговики признают, что зарплаты где-то выросли, но выросла и инфляция. Дорожает практически все, начиная от коммунальных услуг, заканчивая продуктами питания. Так что пока о богатстве говорить не приходится. Правда, миллионеров стало больше. У нас приблизительно на четверть увеличилось количество людей, у которых доходы перешли планку в миллион рублей. А вот количество миллиардеров у нас тут в прошлом году по прошлой декларационной кампании уменьшилось с восьми человек до четырех человек. По-прежнему ничего налоговые органы не могут поделать с физическими лицами, сдающими жилье в аренду. Лишь единицы платят налог за полученную от этого прибыль, а остальных невозможно проверить физически, объясняют в ведомстве. Чтобы предъявить налог, надо доказать получение дохода. Получение дохода в данной ситуации можно провести только в ходе каких-либо контрольных мероприятий. Понятно, что наши возможности в этом ограничены. Но это частный случай. В целом же, по словам Алексея Легостаева, налоги жители области стараются платить исправно. Доходы в бюджет поступают. Что же касается реального благосостояния населения, его зарплат и уровней инфляции, они находятся вне зоны компетенции этого федерального органа. Развитие системы безопасности в Новосибирской подземке – вопрос важный, актуальный и, как водится, затратный. Тем не менее, метрополитен было остается одним из самых защищенных транспортных объектов города. Но вот можно ли оставаться на данном уровне, и что мешает выйти на более высокие рубежи безопасности, узнавал Александр Булдаков. Чтобы понять, безопасность в новосибирском метрополитене должна быть на высочайшем уровне, надо знать только один показатель. В 2018 году подземкой воспользовались больше 83 миллионов человек. Данная цифра растет год от года. А потому система организации безопасности тоже должна развиваться. Прекрасно это знают и понимают на уровне министерства. Даже федеральная программа, предусмотрена в этой сфере. Вот только реализовать ее никак не получается. Но она перенесена. Сначала была с 2017 на 2018 год, с 2018 на 2019. В конечном итоге, тот проект федеральной целевой программы, который предусматривался к утверждению и планировался на 19-22 год, она опять же перенесена на 2020 год. А это значит, что федерального финансирования на цели обеспечения безопасности в новосибирском метрополитене, на техническое переоружение систем безопасности опять не будет. Тем не менее, руководство подземки работает в этом направлении. К примеру, обновляется и совершенствуется видеонаблюдение. На двух станциях, площадь Маркса и речной вокзал, в тестовом режиме уже работает интеллектуальная система. Это оставленный предмет бесхозный на платформе, в кассовом зале, который выводился сразу на монитор и сигнализировал оператору, что здесь посторонний предмет. Это нас интересовало падение человека на путь. Это большое скопление пассажиропотока. Это движение человека или нескольких людей против пассажиропотока. Установить интеллектуальную систему видеонаблюдения на всех станциях и шагнуть на новый рубеж обеспечения безопасности в новосибирской подземке можно будет только с началом реализации той самой федеральной программы, которую в очередной раз отложили. Но зато наш метрополитен создает собственную службу транспортной безопасности, приобретает ручные металлодетекторы, которые реагируют и на радиацию, а также анализирует сезонность падения пассажиров на рельсы. В общем, работа идет, вот только средств на все сразу пока не хватает. Пришедшая весна радует далеко не всех горожан. Причина – потоки воды, оттающего на крышах снега. В некоторых зданиях они уже достигают квартир на первом этаже. Именно с этой проблемой вчера и сегодня столкнулись жители многоквартирного дома на улице «Авиастроители-15». Почему крыша не выдержала и дала течь, разбирался Василий Акимов. Испытание потеплением. Его довелось пережить жильцам этого дома на улице «Авиастроителей». По их словам, вчера вечером по потолкам и стенам текли целые потоки воды. Помогло лишь небольшое похолодание на следующий день. Пришлось даже вносить изменения во время ремонта своих квартир. Валенькая комната до половины коричневая была. Мы потолок опустили пониже, чтобы это все заделать. Причина – состояние, в котором находится крыша. Люди устанавливают на чердаке тазики, делают водоотводы, иногда помогают. Капремонта в этом году не ожидается. По крайней мере, согласно планам чиновников. Мы попали с 2020 года по 2022. У нас была комиссия инженер ПТО, то есть мы ходили по чердачным балкам, проверяли над квартирами. То есть 11 квартир нуждается в замене чердачных балок. Например, в первом подъезде, это 17, 19, 20 и 18 квартира, там просто труха. Там даже страшно стоять. Люди надеются на финансовую помощь города. Документы на участие в соответствующей муниципальной программе они недавно подготовили и передали в мэрию. Но есть такая муниципальная программа субсидии, когда выделяются на аварийные квартиры. Немало претензий местных жителей высказывают и в адрес своей управляющей компании. Дескать, снег вовремя не убирают, потому и сложилась такая ситуация. Некоторые трудности действительно были. После снегопадов просто не хватало рабочих рук, чтобы быстро очистить крыши всех домов. Тем не менее, хоть и с задержкой, но уборка ведется. И даже в день нашего приезда снег с этого дома убирали. По словам специалистов, проблема в аварийном состоянии дома, которому требуется срочный ремонт. И кто знает, дотянет ли он вообще до капитального ремонта, намеченного когда-то в будущем. Сегодня граница с Китаем граница мира и дружбы. Но 50 лет назад все было по-другому. И когда на остров Даманский с той стороны Амура с оружием в руках пришли нарушители, наши пограничники встретили их достойно. Многие из них погибли. Один из них Владимир Шушарин, наш земляк из Куйбышева. В память о нем в его родной школе состоялся митинг. Официальные политики вспоминать об этом не очень-то любят. Современный Китай, динамично развивающееся государство, наш великий сосед, дружественный нам народ. Все это так, но увы, из песни слова не выкинешь. Этот печальный убилей пропускать не стоит. Ровно 50 лет назад Амурский лед в районе острова Даманский окрасился кровью наших солдат. Молодых парней, некоторым из которых не было и 20. Родина призвала их защищать свои рубежи, и они сделали это. Многие ценой собственной жизни. Один из них Владимир Шушарин, выпускник школы номер 4 города Куйбышев Новосибирской области. За свой подвиг он был награжден орденом Красной Звезды, посмертно. Было это 50 лет назад, но народе не помнят его до сих пор. Он защищал нашу родину, он защищал нашу границу. Да, конечно, страшно, жалко, но он совершил подвиг для нас. 2 марта он еще написал маме, папе, братьям написал свое письмо, что у него все хорошо, что он не любит писать письма, извинялся, что редко пишет письма им. На стенах школы мемориальная доска и символический пограничный столб. В день пограничника здесь встречаются ветераны погранвойск. У всех хороших школ есть какая-то особенность. 4-й Куйбышевска – это кадетские классы. Под руководством воспитателей дети занимаются военно-спортивной подготовкой, выступают на соревнованиях, ездят в логеря, готовятся к службе в армии. Хотя есть среди кадетов и девочки. В общем, дети как дети, может быть, немножко более собраны. Сейчас же они все притихли и слушают. Про такого же ученика их школы, который был признан в армию, а попал на войну. 2 марта 2019 года исполняется 50 лет со дня драматических событий, произошедших 2 марта 1969 года на острове Доманский, когда при защите рубежей нашей родины погиб выпускник нашей школы Шушарин Владимир Михайлович. Среди выступающих был одноклассник Шушарина Виктор Кузьмич Дайведенко, ветеран пограничных войск. После митинга он поделился воспоминаниями о товарищах. И рисовал, я говорю, хорошо рисовал. На уроке он получал частенько замечания. Сидит, рисует. Ну, спокойно был, да уже спокойно, как мама-то его, чтобы довести, вывести из себя, это было, я не знаю, что-то. Вот рисовал, особенно карикатуры рисовал. Учительница пишет на доске, он мне раз, ну, если я странос, она носит, как баратино. Когда все закончилось, кадеты возложили цветы к мемориальной доске, посвященной подвигу Владимира Шушарина. И разошлись по домам. Но наверняка что-то в их душе осталось, какая-то крупинка, капелька, из множества которых и складывается то чувство, которое мы называем любовью к родине. Которую стоит защищать и умирать за нее, если придется. Необычная премьера в Театре кукол. Совместно с приглашенным режиссером из Петербурга здесь поставили спектакль «Шинель» по повести Гоголя. О постановке, которая может разрушить сформировавшиеся у многих представления о кукольном театре, в следующем сюжете. Кукольный спектакль у многих людей не ассоциируется с актерами на сцене. Тем не менее, в постановке Гоголевской «Шинели» на сцене областного театра кукол преобладают именно они. А кукла лишь одна – сам Акаки Акакиевич. Это постановка совместной работы режиссера-постановщика из Петербурга Анны Бесчастного и новосибирских мастеров сцены. Обмен опытом, какие-то новые идеи, они привносят свое видение, разнообразят наш репертуар, приезжая со своим решением. По задумке авторов, спектакль предназначен прежде всего для вдумчивого просмотра всей семьей. Гоголевскую «Шинель», конечно же, проходит в школе, однако далеко не всегда юные читатели вникают в глубокий смысл этого произведения. Донести до зрителей истину, что каждый человек имеет право быть самим собой, что у каждого должна быть своя маленькая мечта, пытаются авторы этой постановки. Зачем вы меня обижаете? Оставьте меня! Мы хотим, чтобы заинтересовались люди, возможно, прочли и взрослые, те, кто давно забыл школьную программу и как-то осмыслили его, и дети, которые сейчас проходят в это. Театр «Кукол» не только для маленьких. Об этом здесь заявляют и доказывают премьерами уже не первый год. Похоже, «Шинель» из числа имена таких спектаклей, интересных не только школьникам, изучающим произведения Гоголя в рамках школьной программы. Все в том же положении, готовящей должности чиновникам для письма! Дальнейшая судьба этой постановки будет зависеть только от зрителей. По словам сотрудников театра, если они проявят к ней интерес, то она может входить в программу театра не один год. А вот премьеры, прохладно принятые взыскательными новосибирскими театралами всех возрастов, обычно очень быстро исчезают из репертуара. Будем надеяться, что «Шинель» не из-за их числа. Это все на сегодняшний день. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 220-2105. Спасибо, что были с нами и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok